По указу президента, в последнюю субботу июня в нашей стране отмечается день самой креативной и творческой части общества – молодежи. По всей стране в этот день прошли праздничные мероприятия, концерты и фестивали. И Славянский район не стал исключением. Для юных жителей нашего города было подготовлено несколько развлекательных площадок, где они могли выплеснуть всю свою творческую энергию. На несколько часов Северный парк Славянска-на-Кубани превратился в большую творческую площадку. Молодые люди могли принять участие в увлекательных играх, розыгрышах, фотосессиях, спортивных состязаниях и фестивалях. Один из них – аниме-фестиваль. Аниме-фестивали – это мероприятия, объединяющие людей, увлекающихся японской культурой и мультфильмами. Участники таких представлений косплеят известных персонажей японского аниме. Косплей по-другому означает костюмированная игра. Задача участника – как можно точнее воссоздать костюм своего героя и перевоплотиться в этот образ. Моя персонажа зовут Сахароза. Я выбрала ее, именно потому, что она очень скромная, такая вся из себя тихоня. И в принципе у нее она тоже носит очки, как и я. И это в несколько раз удобнее косплеить этого персонажа. Ну, готовилась с прошлого к косплей-фестивалю. Я посмотрела на всех выступающих там и подумала, что тоже хотелось бы так выступать. Моего персонажа зовут Рэм из аниме Резеру. Я выбрала ее, потому что она довольно-таки харизматичная. У нее есть старшая сестра, близнец. И вообще она очень милая и стеснительная, довольная. Некоторые люди хотят познакомиться с настолько творческими людьми, которым не лень подобрать костюмы, перевоплотиться. И вообще это очень круто. Мне кажется, чаще надо такое устраивать. Одним из самых зрелищных моментов аниме-фестиваля является косплей-шоу, на котором нужно рассказать о своем герое и продемонстрировать его как можно ярче и точнее. Меня зовут Байдоу. Я капитан флота Южного Креста. И пользуюсь у жителей Лиуэ всеобщим уважением. Одни говорят, что моя мощь не сравнится ни с одним морским чудовищем. Другие поговаривают, что я своей силой могу раздвигать моря и раскалывать горы. А третьи утверждают, что я могу призывать с одним взмахом меча гром и молнию. Великолепный кашплей! Выступление участников аниме-фестиваля оценивало жюри, которое в конечном итоге выбрало победителя этого костюмированного представления. Просто мурашки были по коже, когда на вас смотрели на ваше выступление. Вы большие молодцы. Конечно же, за первое место я, как визажист, хочу от себя лично сделать подарок на курс сам себе визажист по макияжу нашей победительнице. Этот сертификат тебе. Мы с тобой обязательно спишемся. Я жду тебя у меня в студии. Мы с тобой позанимаемся. Я тебя поздравляю. Поздравляем наших участниц! Искупайте их в овациях! Продолжилось празднование Дня молодежи не менее ярким мероприятием. Здесь был проведен фестиваль современного творчества «Ясно-дэй» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией. Певцы самых разных стилей могли выплеснуть здесь всю свою творческую энергию. Но меня снова окутало дар. Скажи, это плохой поступок. Я свое время надал по газам. Вы собираетесь за кругом. Каждый захочет чего-то сказать. Тишина, это не мой друг. Ведь я каждый день делаю, что будет кайф. Я хотел поверить чуду. Но меня снова окутало дар. Скажи, это плохой поступок. Даниил Полищук приехал из Красноармейского района. Уже более шести лет он занимается рэпом. Песни, которые он исполнил на фестивале, авторские. В планах записать свой альбом. У меня большинство моих произведений касательно любви, наверное. Потому что это самое необъятное и неизученное чувство человеком. Я пытаюсь объяснить людям с точки зрения моего возраста, подросткового, то есть мне 21 год. Я пытаюсь объяснить, что такое любовь для меня. Пытаюсь описать это чувство, как я его вижу. И если находятся люди, которые меня понимают, они меня слушают. Не находятся, не слушают. Но я как бы ищу при этом свою аудиторию, стараюсь. В этом году я, наверное, думаю, займусь полноценным альбомом, который уже буду выкладывать полностью на площадке, получать карточку музыканта, как-то закупать рекламные акции, которые будут продвигать мое творчество. А дальше посмотрим. Всем участникам фестиваля Яснодей были вручены почетные грамоты. А зрителям подарено прекрасное настроение от выступлений юных талантливых артистов. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».